Всем привет! Меня зовут Амир Касьенов, я главный редактор информагентства Костак. В ближайшие минуты я расскажу вам о главных событиях минувших двух дней. Прежде чем я начну, прошу вас поставить лайк этому видео, потому что чем чаще вы это делаете, тем активнее YouTube продвигает наши видео в своих рекомендациях. Поехали! Руководители нефтесервисных компаний задержаны в Мангостал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. В рамках их расследования по фактам хищения и растраты бюджетных средств задержаны 8 лиц, в том числе 4 руководящих должностных лица дочерних компаний АОНК «Казмуна и Газ», сказано в сообщении. Прокуратурой Мангосталской области совместно с уполномоченными органами проводятся проверки деятельности отдельных предприятий нефтегазовой сферы. Указывается, что должностными лицами ТОО «Ойлтранспорт Корпорейшн» за счет бюджетных средств безосновательно возмещены расходы подрядной компании на сумму более 700 миллионов тенге. Кроме того, отмечается, что подрядчиками за фактически не оказанные транспортные услуги перечислено 2,2 миллиарда тенге. Сообщается, что по отдельным нарушениям 10 июля 2024 года начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 «Хищение в особо крупном размере Уголовного кодекса». Также 22 июля 2024 года начато досудебное расследование по факту хищения 11 миллионов тенге дочерней организации АОНК «Казмунайгаз». Указывается, что 23 июля 2024 года бывший руководитель ТОО «Ойлтранспорт Корпорейшн» гражданин Т. задержан по ранее начатым досудебным расследованиям по статье 189 «По фактам хищения задержанный начальник производственно-технического отдела ТОО «Ойлтранспорт Корпорейшн» два представителя подрядных организаций. Сказано в сообщении. Дополняется, что всего с начала прокурорской проверки начато 19 досудебных расследований. Они находятся в производстве Департамента экономических расследований Мангосталской области. Завершено расследование уголовного дела против экс-главы Атараусского МПЗ. Речь идет о Мурате Досмуратове. Об этом сообщает прислужба агентства по финансовому мониторингу АФМ. Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ТОО АНПЗ Досмуратова окончено АФМ. Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшие тяжкие последствия в виде особого крупного ущерба государству. Мурат Досмуратов подозревается в том, что в период 2022-2023 годов при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование необоснованно выделил из средств АМПЗ денежные средства и заключил соответствующий договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд. тенге, сообщили в АФМ в четверг. Напомним, 27 февраля АФМ сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении руководства АМПЗ, после чего выяснилось, что под следствие попал Досмуратов, который был помещен под домашний арест. Оправдательный вердикт в отношении главы Кассели защиты отменен. Оправдательный вердикт в отношении руководителя Кассели защиты Карима Кокрикбаева отменен, сообщил журналист Михаил Казачков. Оправдательный вердикт в отношении руководителя Кассели защиты Карима Кокрикбаева отменен. Он снова взят под стражу, говорится, в решении, которое опубликовал Казачков у себя в телеграм-канале. 7 июня суд присяжных признал его невиновным в получении взятки в размере 800 тысяч долларов. По версии следствия, деньги Кокрикбаев получил, будучи главой Кассели защиты от руководителя Байзис Констракшн Инф Андрея Поплавского. Компания в 2022 году заключила с Кассели защитой контракты на 63 млрд. тенге. Тем же вердиктом были осуждены на 11 лет заместитель Кокрикбаева Адлета Хатаев и гендиректор Байзис Констракшн Андрей Поплавский. Отмечено, что их будут судить заново. Начата проверка по факту драки с участием сотрудника прокуратуры на Алаколе. Об этом передает корреспондент агентства. Информацию редакции Кастак подтвердил источник в правоохранительных органах. Знакомы с ситуацией. В социальных сетях появилась информация, что мужчина, отдыхающий на озере Алаколь, в пенном состоянии, сбил двух сотрудников одного из кафе. По неподтвержденной информации, в избе не подозревается прокурор Ермек Малдыкулов. Тело четвертого из упавших с автобусом в воронку спасателя нашли в Майкаине. 25 июля к месту проведения работ на территории ТО «Майкаин Золото» прибыла группировка сил и средств ДЧС Павлодарской области. Спасателями ДЧС, РЦШП, ВАЗ и работниками рудника велись аварийно-спасательные работы по извлечению фрагментов автобуса. Работа специалистов велась в условиях риска для жизни, была осложнена из-за осыпающегося грунта и угрозы падения камней. При проведении поисково-спасательных работ в 16.05 в ходе деблокирования грунта с помощью ковша экскаватора на глубине 75 метров было обнаружено тело водителя и передано на экспертизу. Сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям в четверг. По предварительным данным, обнаружено тело водителя АИПа Тлебергенова, последнего из погибших спасателей. Напомню, в ночь на 4 января на территории АО «Майкаин Золото» вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя пассажирами. Спасатели ДЧС в песке обнаружили тело двух погибших спасателей – 24-летнего Саркат Берлькана и 53-летнего Тышкеевича Олега Леонидовича. 19 июля нашли тело 36-летнего заместителя командира взвода спасателей Айдоса Шаймерденова. 25 июля обнаружили и сам автобус. Уголовное дело взято под контроль Министерства внутренних дел. Установлены ответственные лица и причины, которые привели к провалу автобуса в Воронку. Отметим, что дочь погибшего в «Майкеине» спасателя, говоря о компенсации, заявила, что ее семье выплатили только 2 миллиона тенге. 19 февраля Костак сообщал, что более 100 работников «Майкайн» золота оказались на вынужденном простое после трагедии. Бегтенов взял под личный контроль расследование причин трагедии на заводе Нигматулина. Премьер-министр Олжас Бегтенов взял под личный контроль расследование причин трагедии на ферросплавном заводе YDD Corporation, совладельцем которого является брат-близнец экс-спикера Мажлиса Нурлана Нигматулина, бывший депутат Мажлиса и Сената Ерлан Нигматуллин, передает корреспондент агентства. «С глубоким прискорбием воспринял известие о трагедии на Карагандинском ферросплавном заводе. Выражаю искренние соболезнования семьями близким погибших. Разделяю ваши боли горечь невосполнимой утраты. Расследование причин происшествия находится на моем личном контроле. Семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка», — сказал Бегтенов в четверг. Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, семьям погибших, у которых есть дети, будут назначены пособия из республиканского бюджета и социальные выплаты из Госфонда соцстрахования по случаю потери кормильца. Семьи погибших получат выплаты от страховой организации и дневнодременную выплату на погребение из ЕМПФ. Кроме того, компания «Работодатель» взяла на себя все расходы по организации похорон, а также следующее обязательство — единовременная выплата семьям погибших работников в размере 10-ти годовых заработных плат, помощь в улучшении жилищных условий семей погибших и пострадавших, полное погашение всех кредитов членов семей погибших сотрудников, сообщили в Кабмине. Напомним, 20 июля на ферросплавном заводе в IDD Corporation произошла внештатная ситуация. На печи номер один произошел внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали 8 работников предприятия. Возбуждено уголовное дело. Для расследования инцидента создана республиканская спецкомиссия. Погибли механик плавильного цеха Дмитра Адамчуки, мастер службы главного механика Тулеген Житпыспаев, технологи Руланд Каскен, а также начальник печи Музафар Исмайлов. В Минздраве накануне заявили, что состояние выживших и пострадавших остается тяжелым, а согласно информации Управления здравоохранения Каргандинской области, двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, из-за их жизни борются врачи. Компания занимается выпуском стали, высокомарочным ферросилицием, цементо-бетоном микрокремнезиома. Ирлан Нигматуллин, брат-близнец, экс-спикером Ажлиса Нурлана Нигматуллина, является совладельцем Каргандинского ферросплавного завода ТО «Вадили Корпорейшн». Как сообщал ранее Костакцина данного завода со множеством жертв Нигматуллина, оказалось почти на 66% состоящий из госсредств. Об этом я расскажу сейчас подробнее. Нурлан Нигматуллин ушел с поста спикера Ажлиса 1 февраля 2022 года после январских событий. Он возглавлял Нижнюю палату парламента с 2016 года, причем это было его второе председательство. До этого он был спикером Ажлиса в 2012-2014 годах. Разные годы он возглавлял администрацию президента и был Акимом Каргандинской области. Ирлан Нигматуллин, брат-близнец Нурлана Нигматуллина, тоже занимал депутатское кресло, причем как в Ажлисе, так и в Сенате. Арган Нигматуллин, их старший брат, бывший депутат Маслихата Каргандинской области. В отношении братьев Нигматуллиных неоднократно озвучали обвинения в рейдерских захватах, возможной причастности к криминальным структурам и схемам, а также фабрикацию головных дел, однако братья до сих пор остаются на свободе. Напомним, ранее исполнительный директор УАДЛИДКЖОЛ Дидар Смогулов, который несколько лет проработал на руководящих постах в антикоррупционной службе, отвечая на вопрос о рейдерстве, привел примеры того, как успешный бизнес исчезал и аналогичный бизнес оказывался у Нигматуллиных. А теперь подробнее о том, как получилось, что цена завода с множеством жертв Нигматуллина оказалась почти на 66% состоящих госсредств. Цена ферросплавного завода УАДД Корпорейшн, совладельцем которого является брат-близнец и экспикера Мажелиса Нурлана Нигматуллина, это бывший депутат Мажелиса и Сенат Ирлан Нигматуллина, оказалась почти на 66% состоящей из государственных средств. Редакция Костак приводит данные интернет-издания власти. Весомый вклад в реализацию бизнес-идей бывшего парламентария Нигматуллина внесло правительство Казахстана, точнее подконтрольные ему структуры Банк развития Казахстана, экспортное страховое агентство «Казахэкспорт», фонд развития предпринимательства «ДАМУ». В 2018, 2019 и 2021 годах БРК выдал три кредита компаниям Нигматуллина и его партнеров. В итоге Нигматуллина и его бизнес-партнеры получили от государственного БРК в три раза больше, чем вложили в проекты сами. 125,7 миллиарда тенге против 39,9 миллиарда тенге. При этом они сократили издержки, связанные с кредитным обеспечением, говорится в материале от 14 декабря 2022 года. Согласно статье, стоимость YDD Corporation на тот момент составляла 36,6 миллиарда, из которых 24,1 миллиарда были выделены БРК по государственной программе индустриально-инновационного развития на 2015 и 2019 годы. Издание обращает внимание, что Нигматуллин шел на все готовое. Нигматуллин воспользовался и другими мерами государственной поддержки. От лица YDD Corporation, Asia Ferro Aloys и Equibastus Ferro Aloys, экс-депутат заключил инвестиционные контракты с профильным комитетом МИД для получения преференции. Это освобождение от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость на импорт, а также предоставление натурных грантов. Хотя условия контрактов не раскрываются, данные акиматов Карганды и Equibastus косвенно указывают, что для строительства заводов YDD Corporation, Equibastus Ferro Aloys в виде натурных грантов были переданы в долгосрочную аренду два земельных участка в общей площадью 126 гектаров. Оба участка имеют выгодное местоположение рядом с источниками электроэнергии. То же самое можно сказать и о третьем участке приблизительной площади 73 гектара, который использовался под строительство завода Asia Ferro Aloys, сказано в сообщении. При этом отмечается, что YDD Corporation, на котором пострадали и погибли люди, не опубликуют в открытом доступе финансовую отчетность. Также власть обращает внимание, что после январских событий, которые потрясли Казахстан и изменили расстановку политических сил, президент Касамжумар Тукаев раскритиковал БРК за список заемщиков, в котором в том числе находился Илан Нигматурин. БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные группы. Мы знаем всех пофамильно, пользуясь доступом в высокие кабинеты. Они получают привилегированные условия для своих проектов, отметил Тукаев в своем выступлении 11 января 2022 года. А теперь, почему все-таки деятельность Нигматуринов это все-таки людоедство по-хорошему, ну в кавычках. Потому что слишком много человеческих жертв на этих объектах. Только в одной аварии, только из-за одного выброса пламени уже 4 человека погибли в Караганде, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Это ведь не первый случай. Если вспомнить, то 2 года назад в Таразе, на Касфасфаде, который на тот момент контролировали Нурхан и Нуржан Нурлановы, это сыновья экспикера-мажлиса Нурлана Нигматулина, в течение 3 месяцев погибли тоже 4 человека. Это только те случаи, о которых мы знаем. А сколько случаев, которые, вероятно, могли быть утаяны, могли замалчиваться в тот период, когда Нурлан Нигматуллин длительное время был акимом Карагандинской области, спикером Мажелиса, руководителем администрации президента, то есть занимал посты в высших эшелонах власти. Узнаем ли об этом когда-нибудь? На поверхности лишь те случаи, самые резонансные случаи, о которых мы говорим после имварских событий. Поэтому здесь смело можно говорить о том, что деятельность Нигматульных буквально пожирает людей. Главный имам Костанайской области сел пьяным за руль. Главный имам Костанайской области сел пьяным за руль, сообщает Пресс-служба Духовного управления мусульман Казахстана. Бахатбек Тажимбет, действовавший недостойно, священнослужителя Думг, был уволен с должности главного имама Костанайской области, заявили в Думг в четверг. Оказалось, что 23 июля в Боровом главный имам области сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Лица, грубо нарушающие нормы права и этику духовенства в системе деятельности духовенства, не имеют морального права работать в религиозной сфере, добавили в муфтияти. Здесь остается вспомнить казахскую поговорку Молдан Айтхансте Стеген Стеме, что переводится как Делай, что говорит Мула, но не делай сам того, что делает он. На певца Лангасыра Ками написали заявление о разжигании розни. Жительница Костаная Саида Сисимбаева Саида Кастанеда в Facebook написала на певца Лангасыра Ками заявление о разжигании розни, передает корреспондент агентства. Ну раз наши традиционные депутаты почему-то не пишут заявление на этого скандального гражданина Лангасыра Ками, то за них это сделала я. Сегодня через Ютенеш написал заявление в МВД с просьбой проверить его высказывания на предмет разжигания социальной гендерной розни, разжигания ненависти к женщинам и оправдывания насильственных убийств и увечий женщин, девушек своими мужьями, бывшими мужьями, парнями и родственниками, мужчинами, согласно статье 174 УКРК. Заявление зарегистрировано, посмотрим, возбудят ли хоть какое-либо дело или, как обычно, отписка, написала Сисимбаева на своей странице в социальной сети. Женщина поделилась с редакцией Кастак текстом заявления в полицию, а также регистрационной информацией от Ютенеш, подтверждающей, что в МВД обращение принято в работу и уже назначен исполнитель. Прошу вас рассмотреть резонансное заявление казахстанского певца-гражданина Улан-Гасыра Ками, распространившееся недавно в различных социальных сетях в виде его видеообращения на предмет разжигания ненависти в отношении женщин, а также разжигания социальной розни, согласно уголовной статье 174 УКРК. В данном своем видеообращении гражданин Улан-Гасыр Ками заявил достаточно радикальное утверждение противоречащей конституции нашего светского общества. Например, по его словам, цитата, «Мужья убивают своих жен, потому что они не носят хиджаб». На мой взгляд и на взгляд большинства возмущенных людей в комментариях под этими резонансными публикациями подобные слова и утверждения гражданина Улан-Гасыра Ками оправдывают «Жестокие убийства и побои мужей, бывших мужей, парней, отцов, своих жен, бывших жен, девушек, дочерей», отметила автор обращения. То есть, пояснила она по словам Ками, «Женщины, девушки, жертвы семейного бытового насилия, часто с летальными сходами, якобы сами виноваты в своих смертях и увечьях, так как не носили или не носят хиджаб». Подобные высказывания и видеообращения на всю страну, тем более в той или иной форме узнаваемой и популярной личностью, в социальной обстановке, когда, наконец, криминализировали семейное бытовое насилие в нашей стране, могут вызвать еще больше шквал агрессивного насилия и ненависти со стороны некоторых мужчин, парней с неокрепшим мышлением в отношении казахских женщин, девушек, девочек. У меня не получилось загрузить данное видеообращение, гражданина Уланга Сарками, так как, по всей видимости, платформа, имеется в виду ЮТНШ, не принимает некоторые виды видеофайлов. «Я приложила заголовки на данную тему некоторых СМИ, агентств в социальных сетях, которые несложно самостоятельно найти», – написала Сисимбаева. На очереди и «помогаек», жалуются переходящие через КПП на границе Казахстана и Узбекистана. На очереди и лица, обещающих помощь в быстром прохождении пограничного контроля за определенную плату, так называемых «помогаек», жалуются переходящие через пограничный переход Жбек-Жолы на границе Казахстана и Узбекистана, передает корреспондент агентство. «Коррупция в наглую на КПП Жбек-Жолы. Человек на видео заносит документы с деньгами, чтобы инспектор пропустил людей без очереди. Ставят ему печати, народ стоит с детьми и не может пройти. Восемь окошек вообще не работали, одни посредники там. И это все в пять утра», – рассказал очевидец редакции Кастак, предоставив соответствующее видео, снятое рано утром в среду. На кадрах видно, что, несмотря на большую очередь, несколько кабинок паспортного контроля не работают. Кроме того, запечатлен момент скандала между стоящими в очереди. Стояли, спрашивали, кто последний. Оказали впереди меня. Вообще нормально, да? То, что с детьми, вас вообще не касается никого здесь. Просто в наглую. «Я, если бы знал, что здесь можно вот так, я бы давно уже зашла бы», – стояла по совести, – сказала на видео, возмещенная женщина у кабинки паспортного контроля. В этот момент на заднем плане видно, что в дверях кабинки стоит мужчина в гражданском. Со слов очевидца, это один из тех самых помогаек. Как рассказал очевидец, он зашел с документами и деньгами. Еще на одном кадре помогайка в помещении инспектора передает сотруднику погранконтроля мультифору. Ну, так обычно называют вот эти вот файлики. С содержимым. По словам очевидца, после этого часть людей прошла погранконтроль без очереди. По машинам тоже беспредел. Помогайки ходят среди рядов и предлагают за 50 долларов проехать ускоренно границу. На узбекской стороне автоматизированы системы прохождения. Скан турникеты. Человек сканирует паспорт и проходит. На узбекской стороне очередей практически нет, добавил очевидец. Редакция уже обратилась за комментариями в пресс-службу комитета национальной безопасности. Отметим, что Костак ранее неоднократно поднимал проблемы очередей и пробок на пограничных переходах на границе Казахстана с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также рассказывал о том, что нередко часть инспекторских кабинок не работает, несмотря на пробки в очереди. И, кстати, вчера мы тоже давали о том, что на основе этого видео, которое мы опубликовали на основе нашего обращения в КМБ, Комитет национальной безопасности начал служебную проверку. Завышение цен на 171 миллиард предотвратили в сфере закупок чиновников в Казахстане. В рамках компетенции агентства по противодействию коррупции осуществляют мониторинг госзакупок и закупок квазигоссектора на предмет завышения плановых цен приобретаемых товаров, работ и услуг. На текущий момент предотвращено завышение цен на общую сумму 30 миллиардов тенге. Сначала проекта сэкономлено около 171 миллиарда, это с 2020 года, сообщает пресс-служба антикора в среду. Как отмечается, в основном завышения допускались акиматами различных уровней при закупе разного рода техники, оборудования, а также строительных работ. Так, в коих счетах отдел строительства планировал приобрести трансформаторную подстанцию на 1,1 миллиарда тенге. После рекомендации антикоррупционной службы цена снижена до 896 миллионов тенге. В западно-казахстанской области государственный природный резерват Бокеорда намерялся закупить пожарную за 95 миллионов тенге и грузопассажирские автомашины по 26 миллионов тенге на 174 миллиона в целом. При их реальной стоимости на 40% ниже 69 миллионов и 18 миллионов тенге соответственно. Цена на автомобили пересмотрена, сэкономленная сумма 50 миллионов тенге, говорится в сообщении. В Павлодарской области отдел строительства АКСУ планировал строительство двух девятиэтажных многоквартирных жилых домов на общую сумму 3,7 миллиарда тенге. При этом в ноябре 2023 года аналогичное строение возвели за 1,1 миллиарда тенге. По результатам пересмотра цены общая стоимость стройки снижена до 2 миллиардов тенге. Предотвращено завышение на 1,7 миллиарда тенге. Управление образования Алматы планировало услуги по модернизации кухонного оборудования для 25 городских школ на сумму 1,9 миллиарда тенге. Цена за единицу составляет 70 миллионов, от 70 миллионов до 79 миллионов при рыночной стоимости 20 миллионов тенге. После рекомендации антикоррупционной службы закуп по 23 школам отменен. По двум школам закуп будет проведен по рыночной стоимости. Оставшаяся сумма в размере 1,8 миллиарда тенге после решения городского маслехата будет возвращена в бюджет. Добавили в антикоре, отметив, что работа по мониторингу государственных закупок продолжается. Депутат раскритиковал Аль Назарову за планы приостановить выплаты из ЕМПФ на лечение зубов. Депутат-мажлица Марат Башимов раскритиковал министра здравоохранения Акмурал Аль Назарову за планы приостановить выплаты из единого накопительного пенсионного фонда на лечение зубов. На кого работает министр здравоохранения Акмурал Аль Назарова? Простые люди в шоке от такого антинародного решения. Они радовались, когда президент Казахстана Касам Жумар Тукаев разрешил использовать пенсионные накопления на лечение зубов. И это было важно и необходимо для народа, возмутился Башимов на своей странице в социальной сети в среду. Как отметил депутат, никому не секрет, что лечение зубов превратилось в непосильное дорогостоящее довольствие, которое сказывается на здоровье каждого гражданина. Предлагаемая альтернатива использовать средства МПФ на лечение только больных детей вызывает сомнения, так как для этого необходимо будет родителям пройти весь бюрократический путь с собиранием всех подтверждающих диагноз и так далее, что в конечном счете приведет к отказам. Необходимо отменить данный приказ противоречащий интересам прав человека и гражданина, подчеркнул Башимов. Постможлица прокомментировал исполнительный директор УАДЛДКЖОЛА Дидар Смогулов. Это что за антинародный шаг? Для многих это было единственной возможностью вылечить зубы, так как процедуру очень дорогостоящей. Сначала они довели медицину до таких ценников, а теперь еще и лишают возможности использовать пенсионные. В отставку министра потребовал Смогулов. Напомню, ранее Кострак сообщал, что в Казахстане планируют приостановить единовременные выплаты из ЕМПФ на лечение зубов. Кстати, позже появились сообщения о том, что данное решение связано с информацией от Басыбанка, который вдруг выяснил, что граждане таким образом не на лечение зубов тратят деньги, а через стоматологию выводят средства и тратят на какие-либо другие нужды. Но в обществе сразу появились мнения о том, что от Басыбанк обеспокоен тем, что деньги из ЕМПФ, пенсионные накопления, граждане несут не от Басыбанку, а стоматологам. Вот такое вот мнение есть в обществе. Чистка в Генпрокуратуре от людей из команды Кожемжарова продолжается. Чистка в Генпрокуратуре от людей из команды экс-сенатора Кожемжарова по агентству по борьбе с экономической и коррупционной преступностью об их финансовой полиции продолжается, сообщает Время. В считанные месяцы вслед за Кайратом Пернешевичем в прокуратуру перевелось более 200 сотрудников финансовой полиции. В общем, собралась преданная команда, в которую вошел и молодой следователь Сабитов. Остановимся лишь на самых громких, когда благодаря Кексель и Ка людей отправлялись за решетку, но впоследствии их полностью оправдали. Сказано в сообщении. Сообщается, что на этой неделе уволился первый заместитель начальника службы досудебного расследования Генпрокуратуры Нурлевек Сабитов и что на сайте надзорного органа об увольнении старшего советника юстиции нет ни слова. В прокуратуре Сабитов служил под руководством Олеси Кексель, начальника службы генпрокуроров. На ключевой пост в КМ-прокуратуре Кексель в январе 2018 года назначил Кайрат Кожамжаров, который стал руководителем главного надзорного органа в октябре 2017. Начнем с руководителя комитета формации Минздрава Ларисы Пак. Летом 2017 года борцы с коррупцией сообщили, за неоднократное получение взяток задержана Лариса Пак, как с руководителя СК формации Максим Касаткин и директор КАССИП формации Алибек Ахметов. Ларису обвинили в получении более 10 миллионов тенге и отправили в СИЗО. Позже по состоянию здоровья реальный арест заменили на домашний. Больше двух лет госпожа Пак боролась не только с тяжелым недугом, но и билась за правду, уточняется в сообщении. В 2019 году она погибла, не дождавшись прекращения в отношении нее уголовного дела. Сообщается, что только в декабре 2020 года Пак была полностью реабилитирована постановлением следователя агентства по противодействию коррупции. Основание – отсутствие ее действий в состава преступления. Отмечается, что после трех лет в АПК начали расследование против тех, кто донимал Пак. Также сообщается, что еще одним безвинно ставшим стал бывший вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа. В 2018 году его задержали и предали суду к сотруднике Генпрокуратуры. Шкарупу обвинили в растрате бюджетных 215 миллионов. Однако отмечается, что 26 января 2021 года Казбекбейский райсуд Караганды полностью его оправдал. В апреле того же года судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда оставила приговор первой инстанции без изменения. Кроме того, за ним признали право на реабилитацию и возмещение морального вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс. Анатолий Шкарупа взыскал с государства 10 миллионов тенге. По его словам, за незаконное содержание под стражей свыше двух лет ему должны были выплатить около 150 миллионов тенге. Другое уголовное дело по министерству энергетики в свое время наделало немало шума. Сразу двух заместителей министра, Ганиса Дебекова и Бахджана Джаксалиева, борцы с коррупцией из команды Кексель, обвинили в причинении ущерба государству на 2,7 миллиарда тенге. Больше года расследовали уголовное дело и с трудом направили в суд. А все потому, что надзирающие прокуроры и судьи всякий раз находили немало серьезных ляпов при расследовании. Когда гласили приговор, многие удивились. Обоих чиновников суд номер 2 района Байканер-Столицы полностью оправдал за отсутствием состава преступления. Суд посчитал, заявленный следователем ущерб 2,7 миллиарда ничем не подтвержден, а экспертизы, якобы установившие размеры страты, проведены с грубыми нарушениями закона. Эксперта лишили лицензии на судебно-экспертную деятельность, а оправданные чиновники получили право на реабилитацию, дополняется в сообщении. Сообщается, что по ходу расследований судебных заседаний по уголовному делу известных журналистов Асета и Сидказым Матаевых, мнения казахстанских СМИ разделились. Если одни и их большинство поддержали коллег, то некоторые под дудку борцов с коррупцией поливали грязью Матаевых. Главной целью следствия был рейдерский захват здания агентства Кастак. При этом дело Матаевых в Казахстане и за его пределами было признано политически мотивированным. Следствие не предоставило суду весомые и неопровержимые доказательства, но отца и сына упекли в колонию, говорится в сообщении. Позже Верховный суд отменил приговор Астанинского гурсуда в отношении Матаевых. Обоих реабилитировали и полностью оправдали, признав за ними право на возмещение морального вреда. Вероятнее всего, чашу терпения гемпрокурора Берека Сылова переполнила масса заявлений и жалоб бывшего начальника управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности прокурора Алматы Виктора Тихонова. Напомню, в 2017 году, чтобы не дать возможности Тихонову раскрыть заказное убийство сотрудника алматинской таможни Минета Жамашева, сегодня это дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы, против прокурора возбудили уголовное дело, говорится в сообщении. Сообщается, что ему инкриминировали целый букет уголовных статей. Тихонову не удалось убедить в суд своей невиновности. Уже после освобождения и полной реабилитации Виктор Сергеевич в интервью «Времени» назвал фамилии тех, кто сфабриковал против него и следователя полиции Ануар Бека в уголовное дело. Этими людьми оказались руководители межведомственной следственно-оперативной группы Нурлбек Сабитов и Абзал Муслим, утвердивший обвинительный акт начальника управления 1-й службы генеральной прокуратуры Баужон Саугабаев и судья Марат Али Бекназаров, дополняется в сообщении. Также дополняется, что 6 декабря 2018 года Сабитова Карат Кожамжаров с высокой трибуны назвал лучшим специальным прокурором страны. Но сейчас есть основания полагать, что по многочисленным обращениям Тихонова наконец-то могут дать ход расследованию и кое-кого из его обидчиков привлечь к ответственности. Так что кадровая чистка в генпрокуратуре продолжится, заключается в сообщении. Напомним, 11 декабря 2023 года Костак сообщал о задержании эксподчиненного Карата Кожамжарова бывшего сотрудника ФИМПОЛа Улана Мадиева, которого обвиняют в пытках. Редакция тогда уточнила, что громкое Харгосское дело получило продолжение. В информации о пытках, которые вменяют бывшим подчиненным экс-сенатора, в числе прочего упоминаются изнасилования девушек, которые стали подозреваемыми по Харгоскому делу. В материалах фигурирует именно Мадиева, бывшего высокопоставленного сотрудника ФИМПОЛа Талгата Татубаева, это один из ближайших протеже экс-сенатора Кожамжарова и экс-главы департамента ФИМПОЛа Палматинской области Сергея Потанина, которых Кожамжаров продвигал по карьерной лестнице. Примечательно, что если Мадиев, Татубаев и бывший начальник департамента АБЭК Палматы Максат Дюсенов просто названы выгодополучателями контрабанды на Харгосе, то сам Кожамжаров называется главным выгодополучателем указанных криминальных схем. 15 декабря 2023 года возобновление расследования по громкому Харгоскому делу подтвердилось официально, а уже 9 января 2024 года Костак со ссылкой на источник сообщил о задержании еще одного экс-подчиненного Кожамжарова, бывшего сотрудника Алматинского городского департамента ФИМПОЛа Кенжибая Жумабекова. Данное задержание тоже подтвердилось позднее официально. Он считается другом Махатова, который упоминается в материале газеты «Время» про Амамбека. Незадолго до публикации материала о задержании Мадиева Костак приводил информацию о том, что экс-прокурор на Урзбайской районе Алматы Виктор Тихонов, осужденный по сфабрикованному делу и оправданному Верховным судом, указал на вероятную косвенную причастность подчиненных Кожамжарова к громкому убийству ключевого свидетеля по Харгоскому делу. 11 января 2024 года Костак сообщал, что раскрыты детали касательно данного убийства. 1 марта Костак сообщал, что экс-подчиненный Кожамжарова дали признательные показания по Харгоскому делу. 9 апреля стало известно, что исполняющий обязанности заместительного начальника департамента полиции Алматы Нурлан Амамбек был пособником сотрудников Комитета национальной безопасности и оказался связан с уже небезызвестным Махатовым. Незадолго до этого, 29 марта, Костак сообщал, что в отношении Амамбека было возбуждено уголовное дело. 18 марта Костак сообщал, что свидетель по уголовному делу о заказном убийстве таможенник Комитета Жамашева Талгат Карабаев назвал суммы взяток, которые передавались руководству агентства по борьбе с экономической коррупционной преступностью в период, когда совершались преступления в рамках громкого Харгосского дела. 19 июля сообщал, что откровенные показания про Кожамжарова прозвучали в суде по делу о заказном убийстве. На этом нам лишь остается надеяться на то, что все эти мерзавцы, о которых идет речь, которые работали в подчинении Кожамжарова и сам этот мерзавец в том числе, который недавно, кстати, написал книгу «Кто убийца?» Мы-то догадываемся, кто убийца или, по крайней мере, кто заказчик, будут привлечены к ответственности за те преступления, которые они совершали, пользуясь покровительством экс-президента Нурстана Назарбаева и исполняя заказы тех самых пресловутых нигматульных и прочих, будучи их ручными силовиками. Собственно, такими были главные события минувших двух дней. Я желаю вам удачи и только хороших новостей. Чтобы не пропускать следующие выпуски, подписывайтесь на наш, жмите на колокольчик, чтобы он стал сереньким и будете получать соответствующие уведомления. Конечно, лайкайте это видео, делитесь им, это тоже очень серьезно помогает продвижению нашего канала. Я желаю вам всем добра, всем пока!